всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду одна из самых популярных в нашей семье заготовок это домашние колбаски для жарки я готовлю сразу килограммов по 5 замораживаю улитками а когда требуется что-то быстрое приготовить я достаю колбасу из морозилки и не размораживая отправляю в духовку 40 50 минут и обалденная отличнейшая сочнейшая вкуснейшая колбаса готова за то время пока все печется можно и салат настрогать целый тазик и гарнир какой-нибудь проводить однако подумал тут один из самых распространенных белковых продуктов в мире но по крайней мере в европе в россии это точно это курица так может из курятин приготовить что-то подобное вот сегодня и попробую взял здоровенную такую курицу лук-порей соль черный перец чеснок и панировочные сухари свины это колбаски для жарки я делаю с большим количеством жира именно он и придает такую сочности а курятины и близко не такая жирная поэтому нужно добавить что-то что повысит влагу удерживающую способность фарша впрочем хватит болтать за дело шкуру сниму она тоже пойдет в колбасу грудку срезать мясо с костей ободрать вот этот вот тостов с крыльями пойдет на бульон по коже какой-нибудь простенький супчик справорю наверное с зелеными глецками вот такой вот очень вкусный всего у меня получилось белкового сырья 1330 граммов так к этой курятии не нужно добавить лука порея 25 процентов от всего веса сырья сухарной крошки 15 процентов от веса мясного сырья предварительно залить ледяной водой за расчета 150 граммов сухарей 250 граммов воды и убрать пока в холодильник лук нарежу для мясорубки и пора все превратить в фарш степень измельчения выбирайте на свой вкус я вот для шкуры взял самую мелкую решетку имеющихся это мне по моему три миллиметра а вот мясо лук и чеснок буду рубить на крупной мне так больше нравится на самом деле для такой колбасы степень измельчения чистый воды вкусовщина шкурку конечно помельче она тут как раз и мучу помогает сделать так а теперь соль сахар и пряности и замоченные сухари смотрите они набухли и всю воду впитали к мясу их и все это надо старательно вымешать фарш вымешан китайский колбасный шприц стоит обзор на канале был если кому то интересно щелкать и досмотрите и оболочка замочена это у меня свиная черева калибром 38 это 44 миллиметра уже часа два на холодной воде лежит отлично теперь одну колбаску в духовку сначала приберусь вот теперь одну улитку в духовку остальную в морозилку температура 180 200 верхний и нижний нагрев насчет штрикования если колбасу набивали плотно то лучше проколоть чтобы она не полопалась а если плотной набивкой не заморачивались то и не трогайте ее сочнее будет свеженабитая будет готова примерно через полчаса на гарнир я пока картошку определю приправить солью паприкой тимьяном и чесноком прямо в шкурке не масло конечно и перемешать на противень фольгу чтобы не мучиться смыванием потом и тоже в духовку как раз к тому времени как колбаса приготовится и картошка запечется подождем ну а если эту колбасу отправлять из морозилки в духовку то не за полчаса а за 40-50 минут будет обед готов но я об этом уже говорил да и на последних этапах для того чтобы еще больше подрумянить колбаску я включил режим конвекции горячим воздухом чтобы обдуть ее сверху но это не обязательно давайте уже попробуем так вот отсюда я вырежу этот румяный кусок ммм вот эта вот рыхлая текстура колбаски достигается за счет большого количества лука порея и крошки хлебной я специально этого дела добиваюсь это по сути тот же самый принцип что и в кумберлендских колбасках то есть это по сути получается такая котлета в данном случае куриная котлета в оболочке из фарша если ее делать без оболочки то она конечно развалится вся видите какой фарш получается а вот так в оболочке вот это большое количество крошек и лука позволяет получить очень сочную колбаску прям чрезвычайно сочную или очень сочную котлету отлично мне это нравится это по меньшей мере также вкусно как кумберлендские колбаски классические я вам показывал здесь вот ссылку повешу в описании то есть из свинины ну и супер так ну и с вот этим кусочком картошки запеченной она чесноком пахнет вы знаете когда в шкурке добавляешь чеснок он от жара дает свой аромат масло пропитывается этим вкусом ароматом и картошка тоже получается такая чесночная класс просто класс с маринованным огурчиком это суперский способ приготовить себе такие заготовки длительные на длительного хранения не по мере необходимости доставать их и быстро получать обалденнейший совершенно обед или ужин или завтрак если очень голодный короче готовьте обязательно готовьте это просто супер ну и напоминаю промокод фреска позволит вам воспользоваться отличными скидками не получить то такие вот и многие другие ножи самура спасибо за компанию всем пока что тебя хотят вкусно ба вкусно ба ба